История про собаку. Мотька старый пёс жил во дворе частного дома. Всё у него было хорошо. Тёплая будка, добрый хозяин. Каждый день его кормили кашей. А раз в неделю, когда старик возвращался из города от дочери, наступал настоящий праздник. Из пакета хозяин обязательно высыпал в миску много вкусных косточек. Иногда даже попадались кусочки мяса или котлеты. Пёс обжирался до отвала и счастливо засыпал. Единственное, что тревожило и злило Мотьку, это противный соседский мальчишка. Этот хулиган через забор часто корчил рожицы и дразнил собаку. Мотька яростно рычал и лаял на парнишку, но достать его не мог. Пёс мечтал, чтобы цепь была подлиннее, а забор пониже. Вот тогда-то он обязательно перепрыгнет и покусает надоедливого соседа. В этот вечер Мотька наелся и решил подремать на сытый желудок. Но во двор неожиданно зашел дружок хозяина. Пёс отвернулся и немного расстроился. Обычно мужчины сидели долго и шумели, а наутро от хозяина пахло чем-то неприятным и резким. Сердиться Мотька долго не умел, он поворчал немного для порядка и залез в будку и уснул. Проснулся Мотька внезапно от резкого удушливого запаха. Он, стремглав, выскочил из будки и очень испугался. Дом горел! Пёс начал рваться к дому и стошно лаять. Ему было очень страшно, но ведь где-то там находился его хозяин, и Мотька чувствовал, что он в большой беде. Но цепь не пускала собаку. Мотька орал, как оглашенный. Во двор забежали незнакомые люди, подъехала огромная машина. Все бегали, истошно кричали, суетились. В дом била струя воды. Запах гарит, дыма перемешивался с незнакомыми пугающими запахами. Пёс совсем опалаумел. Он не видел хозяина и не понимал, что происходит вокруг. Ему было панически страшно. Он искал и звал своего друга. К утру всё стихло. Машина уехала, люди разошлись. Мотька бессильно улёгся возле будки, немного успокоился, уставился на обгоревший дом и стал терпеливо ждать хозяина. К обеду Мотьку замучила жажда. Он уткнулся в миску, а она была пуста. Пёс вздохнул. Вдруг калитка открылась, и во двор бесцеремонно зашёл ненавистный мальчишка. Мотька от такой наглости озверел. Он рвался и лаял на врага, но парень немного потоптался и ретировался. Через некоторое время мальчишка вернулся, а в руках он держал две миски. Мотька бросился на парня с громким лаем. «Ну, Мотька, что ты, что ты, ну хватит уже, я тебе воды и еды принёс. Ты же голодный». Мотька зло лаял, натянув цепь. Парень осторожно поставил на землю миски, нашёл палку, пододвинул их к собаке и быстро выскочил на улицу. Мотька был удовлетворён, а враг повершен. Он победоносно взглянул на калитку и жадно начал пить. Всю неделю утром забегал сосед и приносил воду и еду собаке. Пёс облаивал парня, возле будки скопилось много мисок и кастрюлек. Мотьке было неудобно ложиться и греться на солнышке. «Мотька, а у нас уже посуда закончилась. Из чего я тебя кормить-то буду? Может, хватит уже злиться? Дай мне всё собрать». Мотька заливался ещё громче. На следующий день утром парень не появился. Мотька не стал беспокоиться, но к вечеру его замучила жажда. Пёс удручённо улёгся и стал тихонько поскуливать. Открылась калитка. Пёс радостно вскочил и приветственно замахал хвостом. «Привет, Мотька!» Это был мальчишка. «Проголодался, а я в город ездил. Утром, правда, не успел тебя накормить. Ну что уж, ты не злишься теперь на меня?» Пёс довольно урчал, жадно поедая угощения. Парень медленно поташёл к путке и начал собирать посуду. А Мотька одним глазом косился на мальчишку и тихонько порыкивал. Он милостиво разрешил соседу приблизиться. Злость прошла, и лаять настроения совсем не было. Хозяин не появлялся. Ночью Мотьку накрыла страшная тоска. Огромная жёлтая луна близко приблизилась к собаке и скверно ухмылялась. Мотька вытянул шею и жалобно завыл. Ему было очень больно и горестно. Соседские собаки подхватили его унылую песню. Скрипнула калитка. Мотька продолжал завывать. Он по запаху определил, что зашёл сосед. Парень присел рядом с собакой и нежно начал гладить его по голове. «Ну что ты, Мотьенька, грустно тебе? Тяжело без друга? Ну ты уж потерпи немного. В больнице твой хозяин. Плохо ему. Хорошо, что жив остался, ведь ты его спас». Пёс навострил уши и улёгся рядом с парнем и положил ему свою голову на колени. «Да-да, ты герой. Ты перебудил всех. Успели вытащить старика. Врачи говорят, что выкарабкается. Дочка его всех на ноги подняла. В какую-то платную больницу перевела. Всё хорошо будет. Ты немножко потерпи и всё образумится. А я тебя не брошу, не бойся. И мамка моя тебя не бросит. Это она тебе еду каждый день готовится. Нравится еда? Нравится». Парень гладил голову пса и тихо-ласково убаюкивал его. Мотька успокоился и задремал под монотонный мягкий голос парня. Пёс проснулся рано. Мальчик спал рядом. Мотька лежал ещё очень тихо, боясь разбудить и потревожить нового друга. Он теснее прижался к нему и зорко оглядывал территорию, охранял. Стайка назойливых и глупых воровьёв подлетели к миске. Они нагло клевали остатки еды. Пёс держался изо всех сил, не шевелился. Один самый задористый воробей бесстрашно приблизился совсем близко к морде собаки. Мотька тут не выдержал и зарычал. И парень проснулся. «Ой, уже утро. Вот мы с тобой храпака дали. Побегу-ка я домой, а то мать заругает. Слушай, Мотька, а что тебе тут одному-то сидеть? Переселяйся к нам. У нас будка пустует. Помнишь нашего Мухтара?» Он печально вздохнул. «Так вот, схоронили мы его в прошлом месяце. Старый был пёс, постарше тебя. Всё решено. У нас будешь теперь дожидаться своего хозяина». Парень отвязал пса и повёл его к себе во двор. Мотька немного испугался, но с ним был его новый друг. Нервозность прошла. Пёс никогда ещё не покидал пределы двора. Было очень непривычно. Самое странное произошло после. С него сняли цепь и завели в просторный вольер. Новый дом Мотьке понравился. Ночью вольер открывали, и собака свободно прогуливалась по двору. В первые дни Мотька заглядывал через забор на свой старый двор и тяжело вздыхал. Но дни шли, и тоска отступала. Запах хозяина он учуял на довольно большом расстоянии. Мотька забеспокоился, радостно повизгивая, и начал рваться из вольера. Мотька, что случилось? Ты чего разволновался? Пёс нетерпеливо метался по вольеру и бросался на дверь. Парень отодвинул задвижку. Мотька выскочил и с огромным радостным лаем бросился к забору, и в одном прыжке перемахнул через него и попал прямо в объятие к своему хозяину. Мотька, старый чёрт, живой, здоровый, как ты? Пёс ещё долго лизал лицо хозяина и довольно урчал. Во двор забежал мальчик. Мотька от избытка чувств начал метаться между парнем и стариком, вилял хвостом и радостно поскуливал. Когда все успокоились, старик зашёл во двор к соседям с собакой. Пёс улёгся возле ног. После непродолжительной беседы старик вздохнул. «Видите, жить негде мне, всё сгорело. Дочка к себе меня забрала после больницы». Он поглядел на собаку. «Беда у меня, Мотьку вот девать некуда. У неё квартира у дочери, какая-то страшная маленькая собачонка. Она и муж категорически против Мотьки. А что я могу? Я сам там на птичьих правах. Вот старый дурак. Говорят, с сигаретой уснул». «А мы Мотьку у себя оставим!» – воскрикнул мальчик. «Можно?» – махнула рукой мать. «Не бросать же его. Пусть уж доживает свой собачий век у нас. Спасибо вам огромное, а я его каждую неделю навещать буду, гостинцы привозить». «Да ладно, не обеднеем. Что, мы собаку накормить не сможем? Пёс хороший, да и сын к нему очень привязался. Пусть живёт». Старик прощался с Мотькой долго. Пёс, как чувствуя, поскуливал и жалостно заглядывал ему в глаза. «Ну, прости, друг ты меня, прости. Не могу я тебя с собой взять». Мотька ещё долго стоял у калитки и удручённо скрёбся в неё. Парень сел рядом, обнял пса и прижал его к себе. «Мотя, да он придёт, придёт обязательно. Ты подожди немного. А я тебя не брошу, мы будем вместе. Ты уж прости его, но так сложилось. А я люблю тебя. Хочешь, косточку». Пёс навострил уши, лизнул парню нос и весело засеменил за ним. Дорогие мои, а если вам понравился рассказ, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Очень вас жду на своём канале. Расскажу ещё много интересного.